Привет всем, друзья! В этом видео поговорим про танчик Объект 274. Машинка интересная, есть что о ней рассказать, есть что обсудить. Есть очень большие плюсы, есть очень большие минусы у данного аппарата. Сразу скажу коротко, что это не какая-то имба, этот танк не обязательно там иметь у себя в ангаре. То есть есть танки, которые прям вот надо, надо брать. Это не один из таких, но тем не менее многим зайдет и свои особенности тоже есть. Перки, оборудование, модернизацию вы видите на экране. Сразу давайте по оборудованию пробежимся. Тут есть одна небольшая проблема. Тебе хочется на этот танк сразу поставить 6 модулей. Вот есть танки, на которых 2 модуля ставишь и такой, блин, да пофигу в принципе, и так нормально, да, что еще сюда ставить. А есть танки, на которые поставил 3 модуля и такой, блин, мне как бы еще 3 слота нужно, чтобы сделать этот танк прям комфортным. И вот этот танк один из таких, который поставил 3 оборудки и хочешь еще 3 поставить. Ну что ты, обязательно досал стап ставишь, обязательно. И третьим, что ты выбираешь? Либо закалку в профильный слот, потому что очень мало хп, а ты играешь агрессивно. Либо вентилятор, да, чтобы ДПМ, там точность и прочее, вот это вот все было вместе взятое. Вот, можно ставить турбину, но тогда разброс очень плохой. Можно ставить механизмы поворота, но тогда другие параметры немножко страдают и не так это сильно много дает на небарабанном танке. Поэтому от механизмов поворота я отказался. Я тестировал вообще все. Я тестировал и турбину, и механизмы поворота, и закалку, и вентиль, и что только я не тестировал. Вот, но остановился в итоге на двух наборах основных. И их, считаю, лучше всего использовать на данном танке. Это досал стап вентиль, стандартный набор статиста, да, и досал стап закалка. Казалось бы, ты ставишь закалку, Андрей, ну что тебе эта закалка даст? Вот было у тебя 1200 хп, стало у тебя 1320 хп. Что это тебе много дало? Неужели закалка вот ради 100 хп это все стоит ставить? Да, ребят, закалка многое дает, стоит ставить, особенно когда играешь, например, в топе. Потому что в топе, ну, как вообще обстоят дела с закалкой, да, и почему ее многие ставят? У танка есть, помимо, ну, какой-то вот брони, есть такой параметр, я даже не знаю, как он в геймдизайне называется, но, в общем, сколько танк в себя может впитать выстрелов. И суть в том, что... Тут просто в меня опять, почему в меня-то вообще? Сквозь трупы, сквозь противников все в меня летит. Вот. В общем, параметр заключается в следующем. То есть, помимо того урона, который ты можешь, там, принять в среднем, это 1200 единиц, есть урон, который ты можешь заблокировать в среднем, и, там, будучи шотным, там, еще что-то танкануть. Так вот, когда у тебя прибавляется 100 хп, это не значит, что ты можешь танкануть всего лишь на один выстрел больше, да. Ты иногда ваншотным можешь 1, 2, 3 выстрела отбить, и получается, что добавление только 100 хп дает в среднем тебе больше продолжительной жизни в бою, больше среднего урона из-за того, что ты там выживаешь в каких-то ситуациях, из-за этого там еще что-то даешь. Вот, допустим, смотрите, если бы сейчас у меня не было этой закалочки, я бы, допустим, был уже ваншотный для суперпершинга. Да, а так я могу 1 выстрел от него принять, и после даже того, как принять, еще что-то там танкануть, пожить. А так, будучи ваншотным, я уже не могу ничего принять, то есть мне уже сейчас надо танковать. А так было бы дополнительное время в бою, дополнительный урон. И так бы я сдох там с двумя тысячами урона, и вы бы не смотрели этот бой без закалки. Ну, допустим, если бы он меня сейчас пробил вообще, если бы такая ситуация была. Примерно объясняю, как это работает, да, то есть закалка полезна не только на танке там с большим количеством хп. И давай, вот, вот сейчас в этой ситуации Ява был уже, так сказать, погибшим. Но осталось 77 хп, и с этими 77 хп, хпшками, обратите внимание, сколько я после этого танканул, и сколько я после этого еще нанес урона. Вот, раз уже заговорили про броню, она здесь очень странная, ты не понимаешь, как ее использовать. То есть здесь очень прикольная форма корпуса, такая вот необычная, да, что-то похожее на Т-22СР, какие-то там экраны фальшборта. Но на самом деле пробить этот танк достаточно легко, когда ты играешь на нем. Когда ты играешь против него, у тебя обязательно полетит куда-то в каток без урона. И ты такой, что? Как я не пробил этот танк? Вот здесь какие-то такие рандомные непробития взлетают. То есть либо ты стоишь от башни танкуешь, от башни танкует неплохо. Вот, либо, ну, правда, тоже маска не самая сильная, меня прямо вот в эту часть, по-моему, пробивали, ну, там, правда, голдишкой. Вот, то есть либо танкуешь от башни, либо корпусом, может быть, рандомно что-то отлетит. То есть ты никогда не знаешь, танканешь ты корпусом, не танканешь ты корпусом. Это мистика-загадка, поэтому не рассчитывайте особо, да. Это, типа, вот эта броня, которая такая, ну, спасла и спасибо на этом. А так играешь, как на каком-нибудь, не знаю, на первом образце, да, например. Причем, особенность, которую я хотел сказать про данный танк, я зашел на вот-реплейс, отсортировал бои по нанесенному урону и посмотрел людей, которые, ну, почекал статы людей, которые на этом танке сыграли. И я обнаружил забавную особенность. Особенность такая же, как с танком 122ТМ. То есть вроде статисты не хвалят ни один танк, ни другой, да, не настреливают на нем топовые показатели. При этом какой-то средний игрок, ниже среднего, чуть выше среднего показывает хорошие результаты. И вот на 274 можете сами проверить, зайти на вот-реплейс, отсортировать по топовому урону и почекать игроков, которые на данном танке играют. Вы увидите, что именно на этом танке у них средний урон, либо самый, там, большой на восьмом уровне, либо один из самых топовых. То есть там, если человек наносит, там, на каком-нибудь ренегате 1500, то и на этом он не меньше 1500 будет наносить. А ренегат считается самым хорошим. То есть у некоторых там на Самуа СМ на 200, на 300 урона меньше, чем на этом танке получается. То есть я открываю стату человека, у него на этом танке там какие-нибудь 1800, но Самуа 1500 среднего. Вот такая интересная особенность у этого танка, такая же, как у 122ТМ. Давай посмотрим результаты и перейдем к следующему бою. Он тоже бодренький, быстренький, интересный. Поехали. По результатам это, Спартанец натанковал, будучи ваншотным, там еще полторы тысячи. Поддержка, стальная стена, основной калибр. Настрелял 5900, это что-то типа топ-8 результат на этом танке за патч. То есть играют на нем не очень много, показывают результаты не очень топовые. И в том числе мне было не очень легко это делать. Но я еще не рассказал про танк, еще подождите, да, пофармил 207 тысяч, но тут какие-то боевые задачи дали. То есть по факту я пофармил соточку, играя на фулл голде с доп-пайочком. Но сейчас расскажу про голду данного танка, когда перейдем ко второму бою. В чем вообще особенность и главная фишка этого танка? Главная фишка этого танка, это его голдовые снаряды. Они здесь просто офигенные. Это одни из любимых моих снарядов на восьмом уровне, одна из любимых моих пушек. Это пушка КВ-4. И здесь пробитие голдой 289 миллиметров под калиберами. Чтобы вы понимали, допустим, у какого-нибудь Е-50 9 уровня пробитие голдой тоже под калиберами 270 миллиметров, а здесь 289. То есть ты пробиваешь какого-то Е-100 ромбующего, ты пробиваешь там в каточке под уже такими хорошими углами. То есть это голда, это просто нечто. Именно за это я обожаю этот танк. Но за все остальное есть вопросики. Есть вопросики к ХП, есть вопросики к рандомной броне, есть вопросики к углам склонения. Главная фишка этого танка это как раз голда. И если брать этот танк, то я не думаю, что его надо рассматривать в качестве какого-то фармера. Хотя он и это тоже может, да, потому что 227 базовое пробитие ББшкой это как бы тоже немало. 227 на восьмом уровне, на СТшке. Это более чем достаточно. Тем более он играется именно как СТшка, да. То есть ты катаешься на СТшной позиции, не на тяжика. Не на тяжиков. Ну и вот, а, ну, тут я хотел сказать про рандомную броню. Там полетело просто в дальний каточек. Гвардеец голдой не пробил, тигр голдой не пробил. И удобная перезарядка, удобная альфа. То есть у тебя 320 единиц. 320 же, я же не обманываю вас. 320 единиц, примерно 7 секунд кд, в зависимости от того, что вы там поставили. Допустим, наш герой играет, по-моему, с обычным вентилем и трофейным досылателем, и трофейным стабилизатором, что-то типа того. И то есть перезарядка здесь в районе получается где-то 6,8, где-то так, может быть, 6,5 можно раскачать при всяких трофейных вентилях и досылателях, и боевых братствах. Вот, то есть перезарядка неплохая, да, 6 секунд при альфе 320. Ну, вполне себе 6,5. Ну, может быть, 7. 320 альфа хорошее, пробитие хорошее, что ББшками, что голдой. То есть в плане пушки вопросов особо нет ни к чему, кроме стабилизации. Стабилизация не особо приятная, как я и говорил в начале видео. То есть хочется сюда еще там какие-нибудь механизмы поворота поставить и обязательно прицел поставить. А как бы еще и закалочку надо куда-то разместить, потому что у тебя 1200 хп. Это, блин, меньше, чем у некоторых ПТшек на восьмом уровне. Ты как бы грустишь от этого? Ты грустишь, почему 1200 хп? Дайте сюда хотя бы 1300, и танк заиграет гораздо круче. У того же 122ТМ, если не ошибаюсь, 1400 было. Да, то есть вот хпшек не хватает. Хпшек не хватает. Это проблема, это то, чем я, наверное, больше всего недоволен в этом танке. Дали бы здесь 1400. Все, вопрос вообще ноль. Это был бы там суперхороший танк. Но и так, как я сказал, получается, что хвалить-то особо не за что, кроме голды. Есть много явных минусов, недостатков. Я ни разу не слышал от зрителей, что вот взял 274, нагибаю, вообще классный танк, обожаю его. Про какого-нибудь Бурасика там, про ПТшки Су-130, Скорпиона, про которые я рассказывал, даже про защитника и так далее. 703-е, Шкоды, про это все слышно, про этот нет. Но при этом люди на нем настреливают урон. Как это работает, я не знаю. Вот просто тебе кажется, что танк не очень? Что типа, ну, какой-то не такой. Разве на этом можно нагибать? Ну, хп мало вообще. Не получается на нем нагибать. А смотришь результаты, а цифры говорят об обратном. Не знаю, напишите вот лично вы, если у вас есть 274, если вы на нем периодически поигрываете. Какие у вас результаты на этом танке? Может быть, там это просто какая-то выборка из вот реплейса, только тех людей, у которых прямо на нем получается. Это вообще просто не везет с артой человеку. Вот. Может, выборка какая-то, да? Может, я ошибаюсь. Напишите, мне интересно почитать будет, что у вас на 274. Проверьте. Я проверил еще вот Ньюс, да, по этому танку. И там тоже где-то 51% побед на данном аппарате, при том, что этих танков в рандоме около 150 тысяч. То есть результат тоже хороший. Результат выше среднего по СТшкам 8 уровня. Он там значительно обгоняет какой-нибудь Т-54 первообразец. И я думаю, что этот танчик действительно лучше, чем Т-54 первообразец. Если вам заходит стиль первого образца, как на нем играется, что он может и так далее, этот танк может вам подойти, потому что это примерно все то же самое, что и первый образец, только лучше. Лучше альфа, лучше пробитие, там, не знаю, лучше броня. Да, она более рандомная. У 54 первообразец такая более понятная. Здесь более рандомная. Но тут хотя бы от башни лучше танкуешь, чем на первом образце. К сожалению, вот человек тут был без закалочки, да? И ему как раз таки не хватило, не хватило этих хпшек. Так бы можно было еще понакидывать. Но давай смотреть результаты. По результатам здесь мастер, основной калибр фоин, достаточно легкий бой в топе. Но, как я сказал, не так много людей на нем показывают топовые бои. И не нашел чего-то такого сверхъестественного с десятками. Вот, 2240 опыта тем временем чистого дали. И представляете, можно было как бы еще по этим ребяткам накидать. Могло быть еще больше опыта. Причем человек играет без према и пофармил 109 тысяч чистыми. Это, видимо, еще было на всякие новогодние активности. Поэтому так много. Так-то было бы чуть поменьше. Было бы 50 тысяч, но все равно на фулл голде приятно. Пишите по поводу данного аппарата в комментариях. Если вам видос понравился, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Пока-пока.